Тружениками тыла чаще всего становились женщины и дети. Их не брали на фронт. Однако помочь стране и своим солдатам они хотели не меньше остальных. И в скором времени стали обеспечивать передовую всем необходимым. Боеприпасами, топливом, продовольствием, обувью, одеждой и многим другим. Вот и новый памятник в Верхнерусском состоит из двух символических фигур. Женщина с колосьями и ребенок с серпом. И открыть его решили в знаковую дату – 9 мая. Это дань памяти тех, кто здесь, в военное время, своим трудом ковали победу. Я думаю, это большое дело. Также здесь, вы видите, открывается новая стена памяти. 220 участников войны ушло с нашей территории. Пришло 98. Их фотографии, их фамилии на доске памяти. Рядом с новым мемориалом расположилась и отреставрированная стена памяти. Имена и фотографии всех местных жителей, ушедших на войну, в знак благодарности от мирного поколения, собраны здесь, на центральной площади села. Мы реализовали то поручение, которое дал губернатор края Владимиров Владимир Владимирович. И все памятники, которые находятся на территории Шпаковского района, они приведены в порядок. Обновлены стены памяти. И у нас в районе появилось два мемориальных комплекса, которые посвящены труженикам тыла и детям войны. В день Великой Победы глава района, конечно, посетил и поздравил ветерана войны Николая Иосифовича Топоркова. К слову, он в Верхнерусском единственный участник войны, который остался в живых. Ветерану вручили ценные подарки, а также прямо к дому доставили живой музыкальный концерт. А к поздравлениям присоединились Яна Лукошкина и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.